Притча о человеке, бросившем семя в землю. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем. И как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит, сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Притча эта всегда считалась одной из труднейших для толкователя. Кого надо подразумевать под человеком, бросающим семя в землю? По мнению Антония, архиепископа Волынского и Житомирского, Здесь подсеятелем, разумеется, не Бог, а человек-христианин, насаждающий доброе семя, учение Христово или подвиги благочестия, как в своем сердце, так и в общественной жизни. Он не может следить за дальнейшим возрастанием благодатной жизни в себе и в других, как отдыхающий хозяин не следит за постепенным произрастанием засеянной нивы. Но Господь, невидимо утверждая добродетель в его сердце и в общественной жизни, подобно солнцу и дождю, поднимающим растущий в поле хлеб, затем вдруг неожиданно для тружеников обнаруживает благодатные плоды их трудов и дает обильную жатву Божию. Толкуя притчи Господни, надо всегда иметь в виду, что, поучая притчами, Иисус Христос брал примеры не вымышленные, а из повседневной жизни своих слушателей. И поступал Он так, по объяснению Анны Златоуста, для того, чтобы сделать слова свои более выразительными, обличь истину в живой образ, глубже запечатлеть ее в памяти и как бы представить глаза. Поэтому в притчах надо искать сходство или подобие только в общем, а не в частностях, не в каждом слове, в отдельности взятом. Кроме того, каждую притчу надо понимать в связи с другими однородными и с общим духом учения Христа. Иисус Христос в Своих проповедях и притчах весьма точно разграничивает Царство Небесное от Царства Божия. Царством Небесным Он называет то Царство Бога, которое назначается исключительно для праведников и начнется после окончательного суда над родом человеческим. Царством же Божиим Он называет основанное им на земле Царство верующих в Него и творящих волю пославшего Его Отца Небесного. Царство Божие подготавливает вступающих в Него людей к Царству Небесному. Началось оно с пришествием Христа, бросившего в сердца людей Слово Божие, подобно тому, как и земледелец бросает семя в землю. А кончится же тогда, когда наступит время жатвы, когда вполне созреет плод, выросший из посеянного Слова Божия. Созреет же этот плод тогда, когда все человечество, населяющее землю, объединится в одно общество верующих, в единое стадо единого пастыря. Когда все человечество станет одним полем, на котором посеяны добрые семена, рост плевел вместе с пшеницей не нарушит единство поля, как не нарушило единство малого стада Христова, присутствие в нем Иуды. Тогда-то начнется Царство Небесное. Видимое участие Иисуса Христа в Царстве Божием выражается в основании им этого Царства и в посылке жнецов, когда созреет плод. Хотя невидимое руководительство Его этим Царством несомненно теперь для всех верующих в Него, но апостолы в то время не имели еще такой веры в Него. Им надо было привести из обыденной жизни наглядный пример для пояснения, как начинается и как окончится Царство Божие здесь на земле. Лучшим примером послужил тот же посев, о котором уже было говорено. Человек, бросивший семя в подготовленную им для того землю, сделал этим все, что от него требовалось, хотя при желании он и наблюдает за ростом посеянного и ограждает его от неблагоприятных сторонних влияний, но вследствие силы, сокрытой в семени, земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Так и Слово Божие, посеянное Иисусом Христом и упавшее на благоприятную почву, вследствие благодатной силы, заключающейся в нем, возрождает человека. И если ни терния, ни плевелы не заглушают его, то оно вырастает и дает плод даже без дальнейшего содействия посеявшего. На основании сказанного можно полагать, что в этой притче сеятель сам Христос, семя, принесенное им на землю Слово Божие, а вырастающее из семени растение – Царство Божие. Главная же мысль притчи – действие силы Слова Божия, соединяющей людей в единое Царство Божие. Остальные части притчи не следует принимать в расчет притолкование ее, так как они не имеют особого самостоятельного значения. Например, и как семя всходит и растет, не знает он, и приводится лишь для наглядного подтверждения верности главной мысли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова